Губернатор Тверской области в пятницу провел заседание правительства. На нем был рассмотрен ряд вопросов по предоставлению региональных мер поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории Верхней Волжьи. Об этом рассказывает наш корреспондент Анастасия Новичкова. Поддержаны проекты в сферах транспортного машиностроения, металлургии, торговли, химической промышленности, производства пищевой продукции, нефтепродуктов и металлоизделий в Твери и Таржике, а также в Калининском муниципальном округе. Открытое акционерное общество промоизделия планирует реализовать в Твери новый инвестпроект по созданию металлообрабатывающего предприятия и собственного научного подразделения. Это расширение действующего производства, увеличение номенкулатуры выпускаемой продукции. Два предприятия признаны резидентами инновационного промышленного парка «Боровлёва-3». Это компании гидравлические комплексные системы, которые реализуют проект по релокации на территории Тверской области своего производства. Компания «Фишторг» — производитель продукции из рыбы и морепродуктов. Все предприятия, участвующие в реализации инвестпроектов, планируют создать более 300 рабочих мест. Эти предприятия с нами вместе, с полиции Тверской области, участвуют в проекте региональном. Это обеспечение трудовыми ресурсами нашими предприятиями, которые развиваются. И мы сегодня хотим быть конкурентами, что, собственно, делается на рынке труда и по уровну заработной плате, и по подготовке специалистов для новых производств. Также принято решение о включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области и еще трех инвестпроектов. Благодаря этому компании смогут получить существенную государственную поддержку в виде инвестиционного налогового вычета. В Верхней Волжье по поручению президента Российской Федерации расширены категории получателей поддержки при газификации домовладений. Теперь инвалиды первой группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, отныне имеют право на получение социально-государственной поддержки. В соответствии с поручением главы государства, газ до границ земельных участков проводится бесплатно. А проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за свой счет. Очень важно, что мы реализовали поручение президента, которое было дано субъектом Российской Федерации. Уверен, что это будет очень хорошим подспорьем для того, чтобы наши семьи, которые выполняют очень важную социальную функцию, мы хотели бы их поддержать. В Верхневолжье целый ряд категорий жителей может получить региональную поддержку при газификации своих домовладений. Для многодетных семей ее размер составляет до 300 тысяч рублей. Для участников специальной военной операции и членов их семей до 150 тысяч рублей. К льготной категории также относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны. К льготной категории также относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны.